Привет! Добро пожаловать на мой канал, где мы говорим об осознанном уходе за кожей. Хочу в этом видео поговорить с вами о средствах от отеков. В одном из видео я показала вам дренажные средства Ангиофарм. Это была вот такая вот дренажная маска и дренажная сыворотка. Еще раз сейчас их продублирую. Они вызвали просто какой-то небывалый ажиотаж. И очень было в комментариях много запросов о том, чтобы я вообще показала подборку средств от отеков. Я стала замечать, что, конечно, я на самом-то деле отекаю достаточно сильно. То есть по сравнению с тем, как отекают другие люди, я не отекаю вообще. Но тут так совпало, что я увидела свои фотографии, сделанные при каком-то обычном свете, не при профессиональном, в анфас, а где-то сбоку, с припеку. И, конечно, я понимаю, что в области моих вот этих, ну, естественно, грыжи, они привлекают влагу. Вот именно вот эта вот область, где грыжи, на самом деле здорово отечный выглядит. И я думаю, дай-ка я вообще протестирую, посмотрю, что поменяется, если я буду вот на регулярной основе. Не просто вот отек есть, я что-то использую, использовать какие-то продукты. Хочу вам про свой опыт, тем более, что я достаточно много купила, протестировала разных средств из разной ценовой категории. Хочу с вами поделиться своим опытом. Значит, если мы говорим об этой линейке Ангиофарм дренажной, в ней есть маска дренажная, в ней есть дренажная сыворотка, дренажный крем, дренажный лосьон. Эта линейка не бюджетная. Вот, конечно, в чем ее очевидный недостаток, она действительно работает прекрасно. Но она совершенно не бюджетная. И если вы используете, например, несколько продуктов из этой линейки, это будет прямо ощутимо. У нее хороший состав. Что мне нравится у этой сыворотки, что она быстро впитывается и она не подсушивает. Потому что мы сегодня будем с вами говорить о том, что многие дренажные средства, они обладают подсушивающим действием. Это, конечно, логичный результат, потому что задача дренажных продуктов – это увести влагу. Вот эта вот маска многими очень любима. Она любима и мной. У этой маски зеленовато-желтоватый цвет. Она покалывает немножко и как будто бы охлаждает, пощипывает на коже. Эта маска впитывается не настолько быстро, насколько могла бы. И это здорово, потому что вы можете успеть сделать массаж. Здесь есть троксерутин в составе. Здесь есть водоросли. Гуарана, что мне нравится, такой вот энергетик. Здесь есть имбирь в составе этой линейки. И поэтому, когда вы смываете маску или когда вы используете сыворотку, я в том числе использую ее под глаза, вы получаете такой еще тонизирующий явный эффект. Вот этот тонизирующий эффект, он действительно присутствует и он очевиден. Если мы говорим с вами про массаж по такой маске, это может быть массаж гуаша, это может быть микротоки. Но поступил очень интересный запрос, а что делать, если я не хочу или не могу использовать по каким-то причинам микротоки и вообще не хочу использовать маску. Для меня вот эта вся история, нанести какой-то гель, там что-то помассажировать, что-то делать. Что вы делаете в этом случае? Я стала изучать рынок и мне пришел на ум вот такой вот один из новых аппаратов, ГЭС Плазма Энерджи. В такой вот упаковке, обратите внимание, темно-синее. Вот когда мы с вами используем технологии плазмы, холодной плазмы, там есть нагрев тканей. Вообще плазма используется для того, чтобы корректировать несовершенство рельефа кожи. Мы не говорим о том, что это может быть обязательно отечность. Это могут быть рубцы, это могут быть растяжки, это может быть просто дряблая такая вот, знаете, как будто какая-то растянутая неживая кожа. Это могут быть признаки старения, но холодная плазма не используется вместе с косметикой. Холодная плазма используется на чистую сухую кожу. От нее не будет никаких неприятных ощущений, как, например, от Дарсонвалья, потому что Дарсонваль тоже используется на чистую сухую кожу. Но правило это должно действовать неукоснительно. Холодная плазма не используется на постоянной основе. Холодная плазма используется курсами. Значит, как правильно мы с вами это делаем? Мы берем аппарат. У нас должна быть, еще раз повторюсь, чистая сухая кожа. Мы можем его использовать на режиме невысоком. Мы можем его использовать на режиме высоком. Вот high и low. То есть вот мы переключаем. Здесь сверху индикатор зарядки. Зарядка идет в комплекте. Вот эта вот поверхность, если вы к ней прикоснетесь, она как будто вибрирует или что-то вот излучает. Есть такой какой-то, знаете, характерный электрический звук. Какого-то озонистого аромата, как при использовании Дарсонвалья, здесь нет. То есть все, что вы испытываете, когда прикасаетесь аппаратом кожи, это легкая-легкая вибрация, и вы слышите характерный треск. Но еще раз повторюсь, неприятных ощущений здесь совершенно нет. В чем особенность этого прибора? Вот вы когда им водите по коже, это надо делать очень медленно, приветствуется, задерживаться на одном каком-то месте, на одной зоне, где у вас есть какие-то проблемы, в частности отечность. То есть вы им водите, но вот сейчас не хочу прикасаться к коже, потому что есть косметика. Вы им водите супер медленно, обрабатывая наиболее проблемные зоны. То есть вот этот треск, кстати, обратите внимание, он только при контакте с кожей. Нельзя тыкать в глаз, нельзя обрабатывать верхнее веко. Это не микротоки, с которыми мы делаем вот эти быстрые движения, это очень важно. Здесь важна максимально медленная и тщательная проработка каждой зоны, в том числе, кстати, с расширенной порой. В общем, все, что связано с текстурой кожи. С отечностью он тоже работает очень хорошо. Харлодной плазмой более того, рекомендовано пользоваться, если, например, вы сделали операцию какую-то, у вас нужно снять вот этот постоперационный отек. А может быть, вы сделали какую-то лазерную процедуру, может быть, вам просто противопоказаны микротоки. Здесь тоже есть противопоказания, и, например, там онкология к ним тоже относится. Но у такого прибора противопоказаний гораздо меньше. Вот здесь, кстати, сбоку пластины, обратите внимание, они, опять же, не для красоты. Очень важно, чтобы пальцы оставались в контакте и на этой пластине. Рекомендовано сделать курс из 15-20 процедур. Далее вы делаете перерыв на 3-4 месяца. Один раз в месяц вы делаете повторную процедуру, один раз в месяц поддерживающую. Но потом вы курс полноценный, опять же, из 15-20 процедур повторяете через эти 3-4 месяца. Действительно, очень неплохо дает тонус. Кожа становится более, как будто бы мягкой. То есть она становится, как будто бы более податливой. Еще раз повторюсь, это важно. Это не прибор для того, чтобы использовать вместе с уходом. И это такая история для курсового использования. Можно ли сочетать с другими методиками, например, с микротоками, или с ЕМС, или с РФ? Да, можно, пожалуйста. Следующий продукт, который я хочу вам показать. Доктор Киров купила в золотом яблоке тонус лимфодренаж лица. Идеален для ухода за чувствительный пастозный уставший кожа лица. Здесь у нас с вами есть... Вообще это можно использовать для всего лица, не обязательно для кожи вокруг глаз. Здесь у нас с вами экстракт маракуйя, айлис комплекс, экстракт донника, дикая розелла, ягодный комплекс, антиоксидантный комплекс. По сути это крем-гель, вот такой вот, который я наносила и под макияж в том числе. Он очень комфортный. От него немножко стягивает лицо. Через какое-то время начинает кожа чуть-чуть подсыхать. Есть такой эффект. Но вы знаете, что я хочу вам сказать. За те деньги, которые это стоит, это отличное средство. Можно ли заменить этим гелем лимфодренажную маску от Ангиофарм? Нельзя. Даже если много вы нанесете, впитывается достаточно быстро. Я пробовала. То есть хвалю это средство. Там в золотом яблоке были негативные отзывы, что сушит. Очень многие лимфодренажные средства сушат. Это вообще оправдано логикой механизма их действия. Там задача увести влагу, быть вообще максимально легкими по текстуре, чтобы наоборот не было окклюзии. Окклюзия всегда провоцирует отек. Поэтому, особенно если вы склонны к сухости, они будут подсушивать. Это логично. У меня, например, тоже такая дилемма есть в области под глазами, потому что кожа очень сухая. Если хочется отек убрать, бывает вот такое наложение двух этих свойств. Поэтому я часто под глаза сначала накладываю что-то лимфодренажное, жду какое-то время, 20 минут, 30 минут, если есть такая возможность. Жду наступления вот этого противотечного эффекта и потом наношу крем. Потому что просто вот так проходить целый день мне сложновато. Каждый день для лица мне этим продуктом тоже было сложновато пользоваться. Но в качестве такого сиюминутного средства с некоторым противоотечным эффектом, почему бы и нет. Хочу напомнить вам о существовании восхитительного средства от бренда Усалэп. Это продукт антивозрастной, увлажняющий. Здесь кофеина, 50% содержание. Здесь у нас есть с вами полинуклеотиды, пантенол, пептиды, ниацинамид. Это у нас, причем у них противоотечный комплекс здесь, он в липосомах. И вообще этот продукт изначально заявлен и как дренажный, и как от пигмента продукт. И регенерирующий, и восстанавливающий, естественно. Здесь вот такая вот массажная насадка, она достаточно интенсивно прорабатывает эту зону под глазами. Поэтому я ей не пользуюсь, для меня это слишком сильное такое давление. Поэтому я нажимаю на продукт где-нибудь на коже руки, выдавливаю просто сам крем и наношу его отдельно. Это крем-гель. И вот что мне нравится у этого продукта, есть лифтинг эффект, есть осветляющий эффект, есть дренажный эффект. И эффект увлажнения на самом деле. Да, бывает я хочу дополнить кремом, бывает мне достаточно, особенно на ночь. Вот на ночь чаще всего я не закрываю больше никаким кремом. Если мне хочется на день под консилер, я закрываю чаще всего каким-то кремом. Совершенно точно, потому что под консилер, консилер суховатый, плотный, может подчеркивать морщинки. Мне бывает этого продукта недостаточно. А вот когда я наношу его на ночь и встаю на следующее утро, даже при однократном использовании у меня нет отеков. Даже если я выпила воды, даже если много, даже если, например, там вторая фаза цикла, в принципе, отекаешь. А я еще люблю соленого всегда, мне очень хочется чего-то соленого. В эти дни помидорчики там в собственном соку, вот это мое любименькое, на ночь налопаться прийти. И ты такой весь хороший, ставешь отечный. Эта штука реально спасает. Вообще бренд Усо Лэп, у меня там есть средства, которые так нейтрально я к ним отношусь, но он относится к моим любимым, вы знаете. Он даже в лучший бренд года вошел у меня в рейтинг прошлого года. Отличная штуковина. Чем дольше я ей пользуюсь, тем дольше понимаю весь смысл и понимаю, что сюда заложено. Мультифункциональное средство для зрелой кожи, с легким увлажнением, с хорошим дренажным эффектом, что очень важно. Если, например, вы понимаете, что это вне вашего бюджета, я хочу вам порекомендовать. Мне все равно кажется, дороговато для такого состава. Средство от бренда Alchemy, наверное, правильно производится. Kia Cosmetics, это испанский бренд, продается он сейчас в золотом яблоке, Coffeein Solution. Здесь тоже 5% содержание кофеина и больше ничего нет. То есть вы понимаете, это средство столько стоит, потому что оно мультифункционально. Это средство стоит 1800 рублей без скидок, потому что здесь только 5% содержание кофеина. Но мне кажется, его цена где-то 800 рублей должна быть. Ну, видимо, это логистические моменты. Но если вы просто хотите 5% содержание кофеина, потому что кофеин, очевидно, помимо того, что антиоксидант, еще и хорошо действительно снимает отечность. Это для всего лица, не обязательно только для области вокруг глаз, подсушивает, но с отеками справляется неплохо. То есть, если антивозрастной эффект, как таковой, для вас не актуален, а хороший такой антиоксидантный эффект и снятие отечности, абсолютно невесомая текстура, вы можете для себя рассмотреть этот продукт. У этого производителя есть еще крем для глаз. Крем для глаз у них маленькой упаковки с неоцинамидом и кофеином. То есть тоже легкое осветление, антиоксидантные эффекты, противоотечное действие. Вот я их, кстати, сочетаю. И крем для глаз у них очень плотный. Обратите, пожалуйста, внимание. Я сначала этому обрадовалась, а потом думаю, а как его использовать? Не наносите его сразу, пожалуйста, на кожу под глазами. Потому что я бы сначала его вот так вот растерла в пальцах, а потом только наносила на кожу под глазами. Потому что иначе вы неминуемо будете растягивать зону под глазами. Он и на коже остается достаточно плотным. Но на него хорошо ложится консилер и уход, и мне он понравился. Мне тоже он понравился, этот продукт для глаз. Вообще интересный бренд в концепте The Ordinary, The Inkey List. Вот это вот все. Очень приятный крем. Я на самом деле сейчас с ним дружу и с удовольствием им пользуюсь. Еще я купила в Золотом Яблоке вот такую вот сыворотку. Она называется Some Love For My Eyes. Достаточно дорогой продукт. Not My Baggage Depuff Eye Serum. Сыворотка против отеков, против мешков под глазами. Значит, у нас здесь с вами алоэ сок на первых местах. Экстракт семян кофе-арабики и кофеин, сквалан, ксилитол, рибоза, то есть для нативного вот такого увлажнения. Вот этот гиппокантум, растение гиппостантум, который содержит сосудоукрепляющие компоненты, танины. Вообще сосудоукрепляющие компоненты, танины, здесь много где содержатся. Такие, знаете, адаптогенные стимуляторы растительного происхождения. Альфа-арбутин еще здесь, помимо всего прочего, содержится. И масло эвкалипта для легкого охлаждения. Вот удивительно, но от этого продукта, он еще такого зеленого цвета, я не увидела настолько явного эффекта, как, например, даже от той же самой сыворотки с 5% кофеином от бренда Alchemy. Вот как он выглядит, этот продукт. Действительно охлаждает. Нет, эффект есть. Но вы знаете, мне кажется, что им нужно пользоваться на постоянной основе этим продуктом и днем, и вечером. Мне нравится, когда продукты от отеков дают результат здесь и сейчас. Вот, например, этот крем от Уселэп дает здесь и сейчас эффект. Вот это вот сыворота от Alchemy. Средства от Angeo Farm дают эффект здесь и сейчас. Вот здесь такого вау-эффекта здесь и сейчас нет. И мне кажется, что нужно больше пользоваться на постоянной основе. Отзывов на эту сыворотку, по-моему, я не нашла. Но я нашла на сайте отзыв на их крем из этой же линейки. Для области вокруг глаз тоже от отеков. И там девушка пишет, что для нее нет никакого эффекта. Не знаю. Возможно, предполагается, что нужно использовать и то, и другое. Или и то, и другое. И мне еще не очень понравилось, что не написано, в каком проценте, например, многие компоненты содержатся. У них есть рефил. Для их косметики не нужно покупать новую. Здесь, как они уверяют, срок годности большой, но природные консерванты. И предлагают еще эту сыворотку охлаждать и наносить ее холодной на кожу. То есть, чтобы она была в холодильнике. Ну, в общем, буду дальше тестировать. Кто пробовал, напишите, пожалуйста, какой у вас опыт использования этого продукта. У бренда Skin Intellectual есть сыворотка Treatment для кожи под глазами, которая называется Eye Contour Treatment 1. Вот именно 1. Eye Contour Treatment 1 с кофеином в том числе в составе отлично снимает отеки и разглаживает кожу под глазами. Это факт. Он у меня закончился. Я вам его давно показывала, но это такая легкая, тоже чуть-чуть зеленоватая эмульсия. Он работает просто отлично. Мне нравится у этого бренда и Eye Contour 1, и Eye Contour 2. Eye Contour 2 больше для зрелой кожи, по-моему, с ретиноидами в составе, и больше от морщин. Eye Contour 1 больше для тонуса кожи, разглаживания кожи и работы с морщинами. Это отличный у них продукт. И опять же, у него здорово то, что он работает здесь и сейчас. Я его даже при условии, что я его использовала под крем и ждала всего 5 минут в интервале, он все равно давал свой результат. Я этот продукт, поскольку он достаточно дорогой, использовала перед выходом в свет, когда мне нужен был вот такой вот больший тонус, больше распахнутый взгляд, больше свежести. И он отрабатывал. То есть такой, знаете, продукт золушки, если так можно сказать. При учете, что достаточно дорогой, еще раз повторюсь, вы его будете использовать не на постоянной основе, и это себя оправдает. Что еще я, какие отзывы собирала? Значит, очень хорошие отзывы, в принципе, на уход за лицом от бренда Guam. И я взяла в шикарном стеклянном флаконе, в большом объеме, противоотечную сыворотку с неоцинамидом, которая называется Sierra Borse Ociae. Зачем я это стала считать? Ксения, не позорься, пожалуйста. Ну, люди знают испанский здесь наверняка. Значит, интересно, что на первых местах здесь гликоли и пленкообразователи. Неоцинамид. Дальше идет гидролизованная гиалуроновая кислота. Экстракт коры некого растения, простите, не подготовилась. И здесь, я думаю, что вяжущими свойствами обладает это растение. Конечно, водоросли. Я не вижу... Здесь есть пептиды дренажного действия и снимающий отек. Но, очевидно, пептиды будут иметь действие накопительное. Значит, что нам пишут? Что это концентрированный гель для области глаз против темных кругов и отеков с лимфодренажным, антивозрастным и увлажняющим действием. И вот, что мне понравилось у этого продукта. Он действительно обладает, я бы сказала, тоже несколько накопительным противоотечным действием, но достаточно трех дней, чтобы это понять. И он увлажняет. Этой сывороткой можно пользоваться соло. Ура! Кто летом отекает? Особенно, может быть, вы сейчас страдаете приливами. Обратите, пожалуйста, внимание, вот летом, когда жарко, бывает вот гипертоники, я знаю, очень сильно отекают летом. Попробуйте. Даже на все лицо попробуйте. Здесь объем позволяет. Вот как выглядит. Многие вообще у бренда Гуам даже не ищут средства для лица. А ведь они у них есть. Может быть, не в избытке, но есть. И все отзывы, которые я слышала на уход для лица Гуам, они хорошие. Вот как выглядит эта сыворотка. Она гелевая, но плотненькая. И она действительно хорошо увлажняет. На коже оставляет бархатистый финиш. Пожалуйста, обратите внимание. Средство, которое я хочу похвалить и поругать. Не знаю, что больше. Это средство от бренда Skinology New Expression Anti-Aging Treatment. Тоже, знаете, в концепте The Ordinary все вот эти дела. Здесь ацетил-3-пептид-5 и гексапептид-10 в растворе с гиалуроновой кислотой. Очень скатывается. Я сверху нанесла консилер. Я оплевалась просто вся. Настолько крупными катушками скаталась это средство. Просто горошинами вот такими. Поэтому я могу наносить только на ночь. Вот, знаете, чтобы мокрая была кожа и само все впиталось, ничего не распределяя пальцами. Иначе скатается. Но накопительный эффект, состав мне здесь очень понравился. Он здесь должен быть. Это не для мгновенного действия, конечно, продукт. Называется Eye Contour Filler Serum. Не накопительного, не мгновенного. Здесь нет ничего мгновенного. Здесь будет, судно, укрепляющий эффект, но он будет явно нужно подождать. Кремом поверх закрывать бесполезно. Скатается. Консилером закрывать не надо. Скатается. Но состав и потенциальное действие, и цена, если я не ошибаюсь. Я еще всегда со скидками вот этими купонами покупаю там 20-25%. По-моему, цена была приятная, если я не ошибаюсь. Ну, в общем, изучаю новые бренды, которые есть. Надеюсь, что это вам полезно. Продукт, который тоже мне не очень понравился. Он у меня давно был в Виш-листе. И я его купила, и, честно говоря, жалею, потому что даже со скидкой дороговато. Это бренд Антонитес. Называется крем от морщин противоотечный. Это органический бренд. Здоровущая коробка. Вот такая, посмотрите. Просто вот здоровущая коробка. И вот такой вот крем внутри на подложечке стоит маленький. Здесь много масел на первых местах. И меня это подкупило. Я думала, что это будет такой маслянистый крем, как я люблю. Здесь много антиоксидантов в составе. И здесь действительно есть компоненты. Там помимо, например, очевидно укрепляющих и увлажняющих. Всякие там изофлавоны, гидролизованные протеины люпина. Но здесь еще есть, например, экстракт семян алфа-алфа. Это такой природный адаптоген. Он очень легкий для меня оказался. Вот если я сейчас его начну, наклоняю к флакону, будет вытекать. Смотрите, он вытекает. Он очень легкий. И, наверное, для меня обман здесь именно в этом. Я сама себя обманула. Никто мне не писал, что он питательный. Он суперлегкий. Возможно, это в том числе такой замысел. Потому что если мы хотим противотечный крем, в том числе, он и должен быть легким. Но если вы, в принципе, любите легкие кремы, не слушайте меня. То есть сам-то этот крем по себе, он хороший. У него хороший состав, натуральный. Такой максимально даже органический. Если вы любите легкие кремы, он вам понравится. Я просто сама себя обманула. Это обманутые ожидания. Я читала состав и подумала, что он такой плотненький, может быть, даже бальзамный. Но этого не произошло. Если вы любите более легкие кремы, вам он понравится. Я ни в коем случае не хочу сказать, что этот крем плохой. Поймите меня правильно. Просто мои ожидания не оправдались. И маска для глаз. Гуино. Антиф... Ну, в общем, что я пытаюсь прочитать на незнакомых мне языках. Значит, эта маска для лица у нас с вами с компонентами растительного происхождения, успокаивающими кожу. В первую очередь, это ромашка и лаванда. Здесь же у нас с вами есть сосудоукрепляющие экстракты, в том числе, например, конского каштана. Маска-то очень неплохая, но, ребята, это очень дорого для такого состава. Я эту маску схватила в салоне, когда была на карбоксе в очередном сеансе. Кстати, против отеков в том числе я это делала. И я не посмотрела состав, что со мной бывает редко, когда покупала этот продукт. Маска-то хорошая, но это очень дорого. Тем более, что эту маску нужно смывать. Она не подходит для того, чтобы ее использовать как сыворотку. Это такой легкий, чуть-чуть охлаждающий гель, который через 10-15 минут вам нужно смыть, удалить с кожи. И не у всех есть такая возможность это сделать. То есть вот эти примочки с бубнами. Но эта маска не заявлена как противотечная. Она, наверное, против признаков усталости даже, тем более. Ну, вот это работает в 150 раз лучше, например. То есть имейте в виду, штука очень неплохая, действительно снимает некоторую отечность, усталость, красноту. Но дорого для такого функционала, для такого состава. Экстракт лаванды и ромашки и конского каштана. Сколько она там стоит? Серьезно. Вон, гель от доктора Кирова делает ровно то же самое. Больший объем, но столько не стоит. Ну, то есть, если вы любите эту марку, купите, вам понравится. Если прям вы купите последние деньги, чтобы это купить, не надо. Оно того не стоит. Вот они, те средства, которые я хотела вам показать. Тема такая, знаете, острая. И многие просили показать какие-то продукты, которые справляются с отечностью. Я очень рада, что я вам полезна и благодарна за то, что вы досмотрели это видео до конца. Всего хорошего. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok